Добрый вечер! Прямой эфир телеканала «Россия-1» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Антон Никитин и коротко о главном. Пополнили базу доноров и повысили шансы на спасение многих и многих людей. На станции переливания крови сегодня побывала Ксения Греченко. Бил или не бил? Вот в чем вопрос. А еще в том, как вообще возможно такая ситуация. Сегодня журналистское сообщество разбирало конфликт коллеги с градоначальником. Замерзнуть не дадут и культурный досуг обеспечат. В Ульяновской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Рак крови излечим. Многих может спасти пересадка тканей костного мозга. Необходимо только найти донора. И это одна из проблем. В России база доноров костного мозга очень мала. Ульяновск сегодня присоединился к акции поиска. Спаси жизнь! Стань донором костного мозга! В Ульяновске акции для тех, кто хотел бы пополнить жизненно важный список, проходит с 1 по 8 июня. Шанс встретить своего генетического близнеца примерно 1 на 10 тысяч. Чем больше доноров в регистре, тем больше и возможность спасти жизнь пациента. И, быть может, кто-то из тех, кто находится сегодня в здании Ульяновской областной станции переливания крови, сможет в будущем спасти чью-то жизнь. Найти донора по подходящему типу очень сложно. Студентка медфака Евгения Грицкова знает об этом как будущий врач. Девушка не первый раз сдает кровь, а возможности войти в такой ценный регистр. Порадовалась вдвойне. Я давно очень хотела сдать, но в Ульяновске не представлялось возможным это сделать. И когда я узнала эту информацию, я сразу пошла. Хотела еще сдать кровь, но кровь сдать не получилось сегодня как донору. Вот сдала кровь только для реестра. Такая акция в Ульяновске проходит впервые. Она посвящена созданию регистра по донорству костного мозга именно в Приволжье. Случилась беда у человека. Нужна пересадка костного мозга. Начинаются поиски. К сожалению, у нас очень мало людей пребывают в регистре доноров костного мозга. И, кроме всего прочего, всем это понятно, что еще должны быть местные регистры, потому что своего генетического близнеца, где мы можем найти, как не в своем регионе. В Ульяновске на первом этапе у желающих только лишь забирается кровь на анализ. Второй этап типирования будет проходить в Казани, куда уедет партия пробирок. Замглав врача станции переливания разъясняет процесс забора костного мозга у донора в случае, если человеку представилась возможность спасти кого-то, и он согласен на это. Первый метод – из тазовой кости. Он проводится под общим наркозом. И второй метод – это забор костного мозга из периферической крови. Насколько это безопасно для донора? Для донора это абсолютно безопасно. По статистике, каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. И трансплантация костного мозга – часто единственный шанс на спасение, объясняют врачи. Мне кажется, ваша акция, тем более поддержанная в том числе и бизнесом, – это очень хорошая акция. Поэтому спасибо. Мы точно будем вместе с вами. На самом деле спасибо вам за поддержку, потому что откликнулись очень многие. Чтобы откликнулось еще больше людей, акция проходит в Ульяновске по 8 июня. Сдать анализ может любой желающий от 18 до 45 лет в первую половину дня на станции переливания крови. Дополнительную информацию можно найти на сайте Росфонда и по телефону 32-42-15. Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Ну а теперь о резонансной истории, которая взбудорожила общественность. Произошла на 23 мая в Димитровграде. Тогда, на празднование столетия погранвойск, глава города якобы избил журналиста. До сегодняшнего дня мы специально не затрагивали эту тему, чтобы собрать мнение обеих сторон. Именно сегодня, впервые после инцидента, лицом к лицу встретились наш коллега и димитровградский градоначальник. Из города Атомщиков репортаж Артема Петрова. Кто присутствует на данном мероприятии и под гимн, я прошу все-таки вставать. Присутствовал, но не встал под гимн журналист местного портала. Глава города сам некогда военно ищел поступок неприемлемым. О том, что было дальше, теперь знает вся страна. Именно на этой лавочке во время исполнения гимна Российской Федерации сидел журналист Димитровградского портала. Буквально в 15 метрах от него стоял глава города. Конфликт между журналистом и чиновником завязался во время приветственной речи Алексея Кашаева. Дальше со слов журналиста. Не скрывает, во время гимна не вставал. В защиту приводит ряд аргументов. Один из них – состояние здоровья. Обращение чиновника слышал отрывками. На свой счет не воспринял. Уже после подошел к градоначальнику уточнить адресата послания. Потом выяснилось, что это я. Потом выяснилось, что я плохой. Потом выяснилось, что я с ним служил в одних тех же войсках. В итоге за это получил по главе. А первый удар пришелся в голову. У меня на голове были очки. Кстати, вот это вот мне больше всего нравится. Комари на расчес. Это как рассветать очков. А вторая плевуха была лука. Комариным расчесом в соцсетях прозвали след от якобы удара на голове журналиста. А продолжает рассказ редактор Димитровградского интернет-портала. Сейчас полилась откровенная грязь. И полились обвинения в провокациях, в заказном характере произошедшего. И я вот со всей ответственностью заявляю, что это откровенная ложь. И это неправда. Никаких провокаций, никаких желаний крови мэра Димитровграда у нас нет. Корреспондент отправил телеоператора снимать мероприятие дальше продолжение. Была бы провокация, мы бы сняли. Отдельно Наталья Васильева подчеркивает, теперь журналисты портала попали едва ли не в черный список городской администрации. Получить комментарии официальных лиц практически невозможно. Выяснить, нарушают ли чиновники закон о СМИ. Сегодня за круглым столом собрались журналисты и представители власти. Ряд претензий адресован городскому управлению по информационной политике. Уже к завершению дискуссии еще одно место за столом занял и Алексей Кашаев. Журналист в принципе это критик, это человек, которому все не нравится вокруг. Который ходит и спрашивает, а почему здесь так, а почему вот так, а почему не так. Ну мне кажется, что это нормально. И вот мне кажется, что Наталья Андреевна и Алексей Михайлович должны как-то так тет-а-тет посидеть за чашкой чая и решить ситуацию просто с предоставлением, с нормальным предоставлением информации. Я не вижу, правда, я не вижу этого, ну такого образа травли какой-то там, преследования там города Казармы. Главный вопрос, бил или не бил во время беседы не поднимался. А ведь именно конфликт власти и прессы вызвал столь широкий резонанс. Сейчас в отношении Алексея Кашаева заведено дело об административном правонарушении. Состоится суд, суд там вынесет решение. Ну, с другой стороны, как утверждает страна, действия проходили по сервису в центре города, на площади, где там присутствует 250 человек. Ну, не увидеть данный конфликт из 250 человек, ну, минимум, как-то получается глупо даже. Ударов не было? Да не било никого, Господи. Но кто бы ни оказался крайним, сегодня журналисты напомнили, безнаказанность – это миф. Несмотря на высокие посты и звания, перед законом равны все, без исключения. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Димитровграда. Первая смена стартовала в детских оздоровительных лагерях. Сегодня отдыхать отправилось более трех тысяч детей в Белоярский лагерь «Сосенка». Школьники стартовали, например, от дворца творчества детей и молодежи. Многие разлучаются с родителями впервые. Но настрой и у детей, и у взрослых позитивный. Мы не переживаем, мы, наоборот, отправляем специально ее туда, чтобы она возрослела, чему-то научилась, ну и преодолела какие-то свои комплексы. Мне не страшно, но я хочу скорее туда поехать уже, потому что там будет весело. Единственный вопрос, который беспокоит родителей, это погода. Организаторы летнего досуга обещают, замерзнуть детям не дадим. Практически все лагеря обеспечены автономным отоплением, то есть поставлены электрорадиаторы. Поэтому мы надеемся, что температура будет в норме, так скажем. Конечно, жары не будет, но в рамках санитарной нормы мы надеемся, что это будет. В лагерь дети отправились на школьных автобусах в сопровождении сотрудников дорожной инспекции. Продлится смена три недели. День защиты детей отметили сегодня в России. Ребята из многодетной семьи и победитель конкурса инновационных проектов получили подарки и принадлежности для школы из рук депутата Государственной Думы Марина Беспаловой. У Натальи и Александра Хакимовых шестеро детей в скором времени ждут седьмого. На прием к депутату Государственной Думы семья пришла в усеченном составе. Привели с собой лишь старших. В этом году у Хакимовых в школу идет сын Женя. Для многодетной семьи собрать первоклассника не так-то просто, делятся родители. Сейчас одни конца товара стоят очень дорого. Поэтому как бы сложновато было собраться в школу ребенка, чтобы хуже других не было. За год уже думаем, что вот, например, один идет, потом следующий, у нас сразу погодки, и идут следующие. То есть мы за год начинаем уже готовиться. Насущные проблемы Хакимовы озвучили. Марина Беспалова на них открикнулась. Открывая акцию «Помоги собраться в школу», депутат вручила детям школьные принадлежности. И тебе, как на форме, не только раньше. Подарок от Марины Беспаловой к празднику получил Егор Петров. Мальчик отлично окончил учебный год. Его успехи в техническом творчестве поражают даже взрослых. Кроме того, он занимается гимнастикой, плаванием и любит кататься на сноуборде. В будущем Егор хочет стать ученым-изобретателем. Он поделился своими идеями. Вы надеваете очки, у вас открывается программа, вы делаете своими руками какое-то изделие. Может быть, просто изображение, допустим, как проектор, только вы только видите. Или, допустим, можно, знаете, как в фильмах иногда показывают такой голограммы, которые вы так разбираете их, какие идеи хорошие, какие нет. Депутат пообещала помогать Егору во всех его начинаниях и оказывать финансовую поддержку для участия в различных конкурсах. Нужно делать добрые дела, дарить добро. Чем больше мы будем дарить добра, делать добрые дела, творить добрые дела, тем у нас будет наше общество более гуманно и больше уверенность будет у тех семей, у которых есть много детей. Любовь Фомичева, Зенис Миронов, Вести, Ульяновск. На этом у нас все новости на сегодня. Далее погозе, а я желаю вам всего самого доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области 1,6 градусов, в Ульяновске плюс 1,3 градуса, местами заморозки до минус 2. Завтра днем по области плюс 12,17, в Ульяновске 13,15 градусов тепла.